Я подготовила сплетни. Всем привет! Меня зовут Геворг, я визажист и бьюти-блогер. Я нахожусь в своем чулане на Столешников переулке и хотел бы рассказать о шоу-мейкаперы, продолжение сплетен, как это было на самом деле. Вся правда, скандалы, интриги, расследования в стиле НТВ не будет. Поэтому здесь небольшой туториал, я накрашусь, поболтаю с вами, сделаю лук и расскажу свои впечатления, расскажу, что было на самом деле и какой-то дополнительной информации. Я, короче, похлопал, это типа разделил, поняла, да? Это я просто словил, я просто словил во время съемок, они всегда так делали. Георг, похлопай перед лицом. Мы тоже так делаем на съемках. Ой, ладно, все, пока. Интересно. Говори с рукой. Раз-раз-раз-раз-раз, растушуй, растушуй, хайлайтер, хайлайтер. Перламутр под бровь. На мне уже есть праймер от Tom Ford. До этого был увлажняющий крем от Clinique. И сейчас я подготовлю зону вокруг глаз с помощью увлажняющего крема It's Skin. Большинство людей делают очень большую ошибку, когда не подготавливают кожу, а наносят только праймер. Если вы хотите знать чуть больше информации про подготовку кожи, в инфобоксе у меня стоит ссылка. Все подробности там. Также я подготовлю кожу губ. Это Pure Power Power. Оооо, crepe. То есть виноград. Вот, собственно, мы подготовили нашу кожу и можно начинать наносить тон. Уже несколько дней я тестирую на себе тональное средство Rimmel. Называется оно Lasting Finish 25 Breeze Ball. Насколько я понимаю, данное тональное средство для тех, кто любит стойкость, но не любит плотность. Здесь, конечно, вот такая странная штука. Окей, как говорится. То, что послали, то и послали. Погнали. Уже вышло 4 серии мейкаперов. И я посмотрел много прямых эфиров, много разных мнений ЕФ, участников предыдущих серий. И знаете, может быть это сплетня, может быть это не сплетня, но у меня создается такое впечатление, что у каждого было разное время. Например, некоторые ребята в своих прямых эфирах и видео рассказывают, что им на самом деле давали больше часов, чем мне и моей пятерке. И я такой типа, что со мной не так? Потому что в первом конкурсе ровно столько, сколько времени озвучили для вас, столько же и дали нам. Мы быстренько докрасили и такие типа, все. И жюри начал говорить свое мнение. И я такой типа, простите, ребят, что значит, что вам дали 2 часа вместо 40 минут? Мне кажется, это какие-то поблажки от продюсеров для особо криворуких визажих или что? Мне лично не понравилось очень большое количество вставок рекламы L'Oreal. И огромное-огромное количество вот этих вот крупных букв за О, L'Oreal. Мне кажется, это немножко прошлый век и максимальный колхоз. Но, к сожалению, этого всего я не видел до шоу, поэтому сейчас я просто смиряюсь с тем, что выходит. Так, что рассказать-то вам? Блять, у меня была бумажка. Я подготовила сплетни. Окей, чуть-чуть сплетен. Вы готовы? Надеюсь, вы проголодались. Сплетня номер 1. Настя Прелесть будет в полуфинале. Сплетня номер 2. Одна из участников или участников, которые были в первых четырех сериях и дошли до полуфинала, не будет. Надеюсь, данная небольшая сплетня дала вам почву для раздумий. И теперь вы такие типа, ммм... Блять! Так, короче, я только что капнул на свои кроссовки тональник, кстати, от Прадо. Очень большое количество людей задавало мне одни и те же вопросы. Типа, есть ли у нас сценарий, пишут ли нам текст и все такое. Мне кажется, это такие глупые вопросы, потому что на протяжении шоу лично у меня не было никакого текста, никакого сценария. Единственное, что могли сделать сценаристы, это провоцировать тебя на какие-то конфликты во время антакта, так сказать, бэкстейджа, где ты сидишь и говоришь свое мнение, свои эмоции по поводу той или иной ситуации. Но, если вы не глупый человек, вы не будете свести на провокации, если вы действительно так не считаете. Поэтому, ммм... Меня всегда, ммм... Меня немножко смутили ваши комментарии в стиле, ой, а у нее текст такой написан, а в жизни она нормальная? Или, ой, а этот персонаж всегда такой тупой? Или еще что-то? Чего? Добавим немножко бровей. Это прозрачный гель Artvisage, активных прочешем. Я вру. Это прозрачный гель Vivienne Sabo. Игнат. Сплетня номер два. Мы не виделись с другими участниками, и у меня нет представления об их сериях, поэтому точно так же, как и вы, я смотрю их серии и удивляюсь. То есть, я все знаю про свою серию, но практически толком ничего относительно других ребят. И довольно странное положение дел, потому что кейс у каждой группы ребят была сформирована по-разному. Вам показали вторую серию как первую. Серия с моей командой из пяти человек была самая первая снята. Мы были первая группа, и у нас был ужасно собранный кейс. Честно говоря, это было худшее, что могло произойти. В нашем кейсе не было ватных палочек, ватных дисков, не было увлажняющих кремов. И кейс был собран максимально плохо. Здесь у нас не было никаких жидких хайлайтеров, никаких новых палеток, которые появились у ребят третьей группы. Это группа Роберта и все остальные ребята. Честно говоря, мы создали такое впечатление, что как бы это странно не прозвучало, но мы лепили из того, что было. И для меня было странно получать такие комментарии в стиле, о боже, как вы красили на косметике Лореаль, почему у всех такое говно. Но, ребят, я тоже сначала подумал, типа, о боже, косметика Лореаль, я не буду участвовать. Но с другой стороны, когда я начинал заниматься визажом, у меня не было какого-то крутого кейса. Я просто собрал то, что лежало без дела у всех своих подруг. Там было куча говна, тональники Гарниер, косметика Эйвен, Арифлейн. И я просто начал с этого работать. И я начал из дурацких текстур делать классный финиш на лице. Мне кажется, не в этом ли заключается профессионализм, а не в том, чтобы размазать навеки и без того классную текстуру какой-нибудь люксовой продукции. Добавим немножечко туши. Мне приехал пиар-пакет от Буржуа. И здесь новая тушь. Она называется Brow's Twisted 2-in-1. Она очень похожа по строению на тушь MAC. У них тоже такая штучка. То есть, вы крутите, тушь выпрямляется. Вы крутите, и тушь собирается. Насколько я понимаю, чем более она завернута, тем сильнее она подкручивает. Чем более ёршик прямой, тем больше тушь работает на удлинение. Лично я люблю больше подкрученные реснички. Немножко испачкаю нижнее веко тушью. Чтобы обозначить полностью широту нижнего века. Единственное, мне не очень нравится текстура туши, потому что она немножко мокрая. То есть, знаете, это из тех тушей, которые не сильно фиксируются в первые две минуты. И смотрятся слишком кремовыми. Поднимает реснички, конечно, довольно круто. Как всегда, у нас получается один глаз Шанель, а второй Ашан. Это классика. Кстати, помимо шоу-мейкаперы, я сейчас активно смотрю шоу Ripple the Grace. Ripple the Grace. Для тех, кто не знает, это очень крутое шоу. Что-то типа Тайра Бэнкс, топ-модель по-американски, но среди транс-сух. Может быть, я запишу вам об этом шоу тоже видео. Работай. White girl, black. Транс-сунду вывезла, да? Да, да, очень круто. Возьмем бюджетный фломастер Stellar и добавим чуть-чуть звездности моему луку. Вот здесь у нас прыщик. Вот тут у нас прыщик. Вот тут у нас прыщик. Так, если у вас получается по-дурацки, эта подводка не суперстойкая. Вы просто можете взять ватную палочку, удалить точки и затонировать снова. Я прячу ватные палочки в коробке от Lime Crime. Да, я знаю, это, возможно, странно. Возьму снова тон и чуть-чуть возобновлю пробелы среди кожи. Добавлю теперь жидкий хайлайтер L'Oreal. Кстати, этот хайлайтер у нас не был в первой серии. Точнее, в моей второй серии, где были первые три конкурса. И он появился только после полуфинала. Добавим на выступающие участки. Супер жирный хайлайтер. Мне кажется, это подойдет только для тех, кто любит активный блик на лице. И фанаткам пудры не подойдет. Главное, не наносить его очень много и не размазывать его. Иначе он начинает образовывать дырки в тоне. То же самое у меня случилось в первом задании полуфинала. Я увидел этот продукт, такой думаю, класс, наконец-то жидкий классный хайлайтер. Начал его размазывать плотно, сильно. И у меня появились дырки в макияже. Я такой, блядь. Надо исправлять. Так, все, никаких липсингов. Все же липсинг. Когда песня идет, а ты, типа, делаешь пищу, ты поешь. Так обычно делают трансушки в шоу RuPaul's Drag Race, о котором я вам расскажу чуть позже. Yes! Извините, это все трек, это не я. Небольшой лайфхак. Не наносите этот фломастер после того, как ты сделали хайлайтер, он начинает расслаиваться и смотрится некрасиво. Мне придется снова здесь удалить эту звездочку и не красить там. Кстати, отместительное шоу очень много всего вырезано. Например, во втором конкурсе, в серии со мной, я был очень сильно расстроен по поводу задания. И мне показалось это задание абсолютно глупым. Я про то задание, где нужно было сделать четкие стрелки и четкие губы девочкам в машине. Так как во время съемок моя пятерка была самая первая, косметический кейс был собран очень плохо. И там не было карандашей для губ. И были только помады, текстуры Shine, которые текут. И это было очень по-дурацки. Меня это очень сильно обидело, разодорило. И я такой типа, блин, какого хера, мне не 15 и я не какой-то дурак. Я давно в этой сфере и я преподаю мейки, я учу людей. И, ну, выдавать себя как клоуна мне бы не хотелось. И поэтому я начал спорить жюри и очень много деталей оттуда вырезали. Я объяснила им, что считаю данное задание тупым и что оно мне не нравится. И что я не хочу с этим связываться. На что жюри Мила Клименко на меня очень сильно обиделась и сказала, что они пытались воспроизвести максимально реалистичные условия, которые часто попадают в визажисты. Это неадекватный клиент, это клиент с завышенной самооценкой, это ограниченное время, это очень дискомфортные условия. И был забавный момент, на что я сказал, что у меня уже есть такой опыт огромный. Я работал визажистом в магазине на бренду Dolce & Gabbana и в ЦУМе. И мне хватило этого опыта. Все они, конечно, посмеялись, но Мила очень сильно обиделась. И это реальные эмоции, там видно, как она выходит на эмоции. Говорит, что они тоже снимали для ролика L'Oreal и звезда опоздала. Ей пришлось красить в машине и я, видимо, находясь в своих ярких эмоциях, не заметил, насколько сильные эмоции были тоже у Милы Клименко. А когда я пересматривал эту серию с друзьями, я такой, ого, ничего себе, мне немножко неловко. Я начал спорить с ней и, может быть, она обиделась. Да, получилось немножко скомканно. Мне кажется, в серии получился монтаж немножко скомканный. И Лисовец такой, нет, ты тупая пизда, истеричка. А Мила такая, нет, я обиделась на тебя, слезы. А я такой, нет, я ничего не хочу. Пока, бай. И вы такие сидите такие, что произошло? Вот, но если в целом, как бы, вот расшифровка ситуации. Во втором задании я хотел уйти из шоу. Был очень расстроен в таких условиях, на что мы пообщались с жюри. И Мила рассказала, почему они пытались сделать такие условия. Почему, зачем и как. И я немножко подостыл. Ну и Настя там немножко сверканула блесками. И сама определила выбор. Блять, Настя звонит. Алло. Алло, у тебя и привет. Привет, что такое? Я просто типа видео снимаю. А, ты знаешь? Пять сек, давай, что такое? Я хотела спросить, как... А, это It's Skin. В подружке продается. Да, и отдельно есть. А, это Вайкон Коялы. Хороший? Да, лучше Коялы, чем Вайкон. Да, хорошая, хорошая. Все, ок. Сейчас, да, селуй, пока. Давай, хорошая вне. Какую-то такую прям мерзотинку хочется добавить. Во втором испытании, почему я еще на самом деле очень сильно раззадорился и разозлился, потому что помимо супер странного задания стрелки и четкие губы на каршеринге, где машины едут по пизде, нас отвезли в пакетах из-под мешков на голове. Пакеты из-под мешков на голове. Чтобы у нас был воу-эффект, типа мы выходим и такие типа Ого, мы не в Москве, ого, справа машины на каршеринге. Но, видимо, из-за ограниченного количества времени и из-за того, что в шоу постоянно нужно было пихать огромные буквы за Ол-Ареаль. Так, короче, я только что капнул на свои кроссовки тональник, кстати, от Прадо. Стука это слишком! Господи, у меня сейчас будут слезы, подожди.